Всем привет, ребята, и вы на канале Кэтрин Вин. Сегодня будет очень интересное видео, поэтому советую вам досмотреть его до конца. Ведь сегодня я буду делать свой скин из Роблокса в других играх. Вот так вот сейчас выглядит мой персонаж в Роблоксе. И первая игра, в которой я буду делать свой скин, это Майнкрафт. Так что захожу на специальный сайт. В общем, я уже зашла на этот сайт, и сейчас буду делать свой скин в Майнкрафте. Здесь есть два типа модели, Стив и Алекс. Я выбираю Алекс для того, чтобы создать своего персонажа. Итак, я начинаю делать свой скин. Сначала я хочу сделать мою кофточку. Она будет вот такого белого цвета. Кстати, здесь еще есть сложность в том, что нужно рисовать с каждой стороны. Здесь я сделаю побольше отступ, потому что мне здесь нужно будет еще сделать топ. Поэтому я взяла цвет кожи, и сейчас буду вот так вот красить. И так же покрашу сразу руки. Так, теперь я здесь сделаю вот такой топ. И еще вот такой вот оранжевый цвет. Теперь я буду делать шорты. Сразу намечу границы. А здесь должен быть более темный цвет. Еще нужно сделать завязки. А теперь закрашу кожу ног. Дальше делаю ботинки. И добавлю вот такие элементы. Вот так вот круто получилось. И сейчас я буду делать самое сложное. Это голова. Волосы я хочу сделать наподобие, как вот на этом скине. Думаю, что такой цвет пойдет. Сразу закрашу сзади волосы, потому что там, по-моему, все закрашено. Здесь будут глаза. Вот такие брови. Так, теперь я делаю продолжение волос вот здесь. Розовые прядки. А сзади просто цветом таким же волосы. Можно даже сделать два хвостика вот таких. А спереди будет вот так вот. И в некоторых местах можно сделать пряди потемнее. Тогда сзади тоже сделаю хвосты поярче. Продолжение следует... Я добавила теней. Из-за того, что у меня не закрашиваются вот эти места, мне нужно поменять позу. Давайте выберем вот эту. И так я смогу покрасить все. И вот такой крутой скин у меня получился. Я уже зашла на сервер, и мне не терпится посмотреть, как выглядит мой скин в Майнкрафте. Поэтому я нажимаю F5. Пока что видно только заднюю часть моего скина. А теперь... Раз, два, три. Вау, ребят, это очень красиво выглядит. Мне нравится, как получилось. Реально похоже на мой скин из Роблокса. Я теперь буду всегда играть с этим скином, потому что это реально круто. Давайте вот так вот побегаем, попрыгаем, походим, полетаем. Посмотрим со всех ракурсов на мой скин. Я считаю, что не зря я потратила столько времени, потому что я делала этот скин очень долго, ребят. Ну, а следующая игра, в которой я буду делать свой скин, это Гача Лайф. Поэтому захожу туда. Я уже зашла в Гача Лайф, и сейчас буду делать свой скин. Вот такой персонаж у меня есть за основу. Начинаем! Сначала я поменяла тон кожи персонажа. Теперь нужно было выбрать волосы, что сделать очень сложно. Я пробовала составлять разные комбинации волос очень долго, и в итоге остановилась вот на этой. Мне кажется, она больше всего подходит. Потом я поменяла форму глаз на ту, которая мне больше нравится, и решила оставить этот рот. Осталось подобрать одежду. Я не нашла полосатый топ, поэтому пришлось взять кофту с желтой футболкой. Дальше я сделала длинный рукав и кофты, как на моем скине, в Роблокс, и быстро определилась с шортами. Также я нашла кроссовки, которые очень похожи на те, которые у меня в Роблокс. Потом нужно было найти панамку. К сожалению, в Гачи нет панамок с переливающимся цветом. Пришлось взять шляпу и покрасить ее в белый цвет. Также я надела белое ожерелье. И заключительный штрих называю своего персонажа Кэтрин. Вот такой крутой скин вышел! Думаю, что получилось очень красиво и похоже на мой скин. Давайте уже поэкспериментируем с позами. И следующий граф, который я буду создавать своего персонажа, это Sims 4. Я уже зашла в Sims и теперь буду создавать свой скин в Sims. Я думаю, что это будет очень интересно, поэтому давайте скорее начнем. Создать новую семью для переезда. Итак, пока что здесь какой-то мужчина, поэтому я сейчас меняю на женский пол. И вот такая женщина у нас есть за основу моего персонажа. Сначала давайте сделаем внешность. Поэтому я захожу вот сюда. Поменяю тон кожи. Теперь я предлагаю поменять само лицо, то есть глаза, брови, нос и так далее. В принципе, вот такие брови подходят. Давайте теперь поменяем глаза, потому что у моего персонажа они большие. Мне кажется, вот такие глаза подходят. Выберу какой-нибудь обычный нос, например, вот такой. И сделаем губы такие, чтобы были похожи на радостную улыбку. Эти губы или эти? Я думаю, что эти выглядят лучше, поэтому оставлю их. Кстати, ребят, я еще вот здесь подбородок не отредактировала. Я думаю, что такой подбородок подходит. Сделаем вот такие вот щеки. Так, пока что получается вот так вот. А теперь поменяем прическу. У моего персонажа явно не дреды, поэтому сейчас я буду это менять. Я пока что не вижу никаких подходящих причесок. Нам нужно два хвостика. Интересно, здесь вообще есть такие прически? Ну вот здесь есть такая прическа, два пучка. Этого хвостика я не вижу. Кстати, у меня есть дополнение Леди Баг. У нее, кстати, как раз два хвостика, но не такие, как мне нужно. О, ну вот это более-менее еще подходит, но все равно не то, что нужно. Если ничего больше не найду, придется оставлять те два хвостика. Ну, кстати, вот эта прическа тоже очень подходит. Можно ее, в принципе, взять. Дальше у нас идут вот такие прически. Две косы. О, ребят, я нашла, но здесь нету передних прядей, поэтому не очень похоже на мою прическу. Ну, в общем, ничего больше нет. Поэтому я выбираю между тремя прическами. Вот этой, вот этой и вот этой. Вообще, по внешнему виду, мне больше всего понравилось, как выглядит вторая прическа. И именно поэтому я выбираю ее. Окрашиваю вот в такой цвет. Кстати, прическа покрасилась сразу вместе с бровями, но брови-то мне нужны черные. Поэтому их, похоже, придется специально перекрашивать. К сожалению, я не смогу покрасить концы волос в розовый цвет. Но я думаю, что и так, в принципе, выглядит похоже. Брови я хотя бы могу покрасить в темный цвет. В головных уборах нужно найти панамку. Вот такая здесь есть панамка, но она однотонная. А мне нужна та, которая переливается. Вот, кстати, похожие оттенки. Поэтому я выбираю вот эту панамку. Также на моем персонаже есть вот такое украшение. Кстати, очень похоже на оригинал, прям один в один. Но, к сожалению, здесь его не видно. Но, возможно, потом, когда я поменяю одежду, будет уже видно. Макияж я предлагаю сделать розовым вместо окраски волос. Вот такие губы. Вот такой цвет, я думаю, что пойдет. Теперь самое сложное. Нужно найти одежду. Я не думаю, что здесь есть такая же одежда, как на моем скине. Поэтому будет очень сложно найти похожую одежду. Вот такие шорты очень подходят. В общем, ребята, я решила, что так как нигде нету подходящей одежды, я сейчас одену просто желтый топик. Кстати, зато здесь видно ожерелье. Теперь я поменяю обувь. Нужно найти какие-нибудь белые кроссовки или кеды. Вот этот вариант очень прикольно выглядит. Но я хочу посмотреть еще. И вот это тоже очень круто выглядит. Мне кажется, что эти кеды очень подходят, поэтому я их оставляю. Вот такой персонаж у меня получился. Кстати, ребят, я только что поняла, что это, походу, была не та прическа. И я нечаянно ее поменяла, поэтому я сейчас срочно поменяю прическу обратно. Вот моя прическа. К сожалению, я не нашла точную копию вещей, которые у меня надеты в Роблоксе. Но я нашла похожие вещи. В принципе, получилось неплохо. А теперь давайте назовем ее Кэтрин. И фамилия сделаю вид. И осталось указать только жизненную цель и качество. Сейчас посмотрим, какие здесь вообще есть жизненные цели. В общем, ребята, я считаю, что мне нужно выбрать цель компьютерный гений. Потому что игры это связано с компьютером. А я как раз снимаю про игры. В общем, я выбрала эту цель. И теперь у меня есть способная ученица. Способные ученики быстрее развивают навыки. Также здесь можно выбрать черты характера. Выберу черту творец. Я где-то здесь видела какую-то черту характера, связанную с компьютерами. О, вот, ребят, эксцентричная. Выбираю эту черту. И еще выберу черту характера дружелюбная. И вот, что у меня получилось. Ну, а теперь сохраняю моего персонажа. Можно выбрать фотографию. В принципе, они все по много раз повторяются. Оставлю вот эту. Ну, и наконец-то нажимаю сохранить и играть. А теперь мне нужно выбрать какой-нибудь дом. Например, вот этот. И переезжаю купить дом. У меня даже осталось 4000 на счету. А вот и Кэтрин Вин. Вот такой здесь домик. Предлагаю зайти в дом. В общем, здесь есть спальная комната. Ванна. Вот такая мини-гостиная. И кухня. Теперь я буду делать свой скин в Токобоке. Поэтому захожу туда. Я уже в Токобоке. И мне интересно, получится ли сделать похожий скин в этой игре. Нажимаю кнопку для добавления нового персонажа. И все. Теперь можно создавать мой скин. Сначала я поменяла тон кожи. И зашла в каталог с короткими волосами. Но не нашла там ничего подходящего. Оказывается, в длинных волосах была очень похожая прическа. Поэтому я взяла ее. И покрасила волосы в нужный цвет. Я выбрала глаза с ресницами. И небольшой нос. Брови решила сделать коричневого цвета. Чтобы они не были слишком бледными. В этот раз я выбрала вот такую улыбку, как у меня в Роблоксе. Благодаря этому получилась похожая эмоция. Осталось самое сложное. Найти одежду. Не было почти ничего подходящего. Поэтому пришло взять одежду с похожими цветами. Желтым и белым. А также шортами. Я нашла только одну панамку синего цвета. Остальными аксессуарами были шляпы и какие-то другие. Головные уборы. И поэтому я оставила ее. Готово! Вот такой не очень похожий скин у меня получился. Из-за того, что было мало подходящей одежды. Но в целом вышло красиво. Посажу моего персонажа вот сюда и угощу фруктами. В общем, ребята, вот такое интересное видео получилось. Пишите в комментариях, в какой игре вам больше всего понравился мой скин. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И всем пока-пока!